Доброе время суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем цикл передач технологии управления, которые веду я, Артем Богач. Сегодня у нас в гостях юрист и бизнес-консультант Алексей Дудин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Артем. Алексей, тема нашей сегодняшней передачи это тайм-менеджмент. Как эффективно, используя, организовать свое время. Ведь время это очень важный ресурс в жизни каждого человека. И мало того, этот ресурс невосполнимый, потому что деньги можно заработать, здоровье с какими-то оговорками, но тоже можно поправить. Время, если оно уйдет, то его уже не вернуть. Вы как специалист в области бизнес-консультирования, человек, который много успевает делать в своей жизни, пожалуйста, поделитесь своими секретами. Ну и вначале расскажите вообще, что же такое тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент представляет собой управление временем в переводе с английского. Но, как вы верно сказали, мы накопить время про запасы или каким-то образом остановить ход его не можем. Поэтому тайм-менеджмент — это грамотная организация времени с пользой для себя, с тем, чтобы цели достигались, чтобы избегать переутомления, и чтобы вкус жизни он постоянно сохранялся, удовольствие от нее, и, в общем-то, приятные впечатления от тех дел, которые мы выполняем. Понятно. Какие секреты тайм-менеджмента вы используете? Ну, поделитесь им. Секретов и техник в сфере тайм-менеджмента достаточно много, но самые, пожалуй, такие ключевые идеи — это четкая постановка целей, то есть на достижение какого результата мы работаем раз. Во-вторых, сбалансированность отдыха и работы в пропорциях, соответствующих между собой. И, собственно говоря, третье — это использование различных таких техник и методик, как автоматизация каких-то процессов, это делегирование каких-то задач, которые можно поручить другим людям. Это фиксация всех намеченных дел в ежедневнике, коммуникаторе или компьютере, в зависимости от того, какую систему управления временем человек использует и так далее. Наверное, важно использовать вот что-то одно, то есть все-таки выбрать, если ежедневник, то ежедневник, если коммуникатор, то коммуникатор. А то у меня есть знакомые, которые, то есть он и стикеры куда-то прилепит, что-то в ежедневнике напишет, что-то в аутлуке, ну и в итоге опять он нигде не успевает. Да, действительно, система управления временем, она для каждого человека своя. И очень хорошо, когда она компактная, умещается в каком-то одном вот таком гаджете. То есть либо это если ежедневник, то пускай стикеры, они клеятся на странице, или надписи, соответственно, совершаются. Если это коммуникатор, да, действительно он. Потому что когда мы раздергиваем внимание на несколько объектов, где вот заметочки там, здесь и так далее, то получается, что эффективность существенно снижается. Да, и эффективность снижается, но опять же, и мы тратим время. На то, чтобы найти, вспомнить, где же мы записали, какую крестик или галочку поставили от выполнения того или иного дела. Все верно. Что используете вы? Что использую я? Я использую ежедневник. Вот мне, как юристу, очень близко работаю именно с документами, с чем-то таким вот вещественным. И поэтому я люблю писать в ежедневнике все дела, причем использую разноцветные ручки и, соответственно, помечаю важность, приоритетные задачи, и их вычеркиваю. И вот сам факт ежедневника, чем мне еще нравится. Когда по прошествии какого-то времени мы берем его в руки, листаем страницы, мы реально видим, вот, допустим, полгода прошло, что сделано, что не сделано, насколько исписаны страницы, насколько не исписаны, да, какие стоят галочки о выполнении, какие задачки еще, допустим, не решены и так далее. То есть это некий такой вот якорек, который позволяет реально ощутить движение времени в течение года. У вас какой-то специальный ежедневник или он обычный? Я знаю, что некоторые люди там сами распечатывают себе какие-то специальные бланки создают. То есть или это обычный? Это обычный ежедневник. Единственное, что есть определенные к нему критерии при выборе у меня. То есть это обязательно датированный, потому что сама специфика работы требует, чтобы четко можно было запланировать на будущую дату, там, скажем, на месяц, на неделю. То есть это привязка к дату, к времени. Конкретно дата. И возможность распланировать время на линейке времени, соответственно, задачи жесткие или встречи, и возможность с правой стороны на странице определить какие-то гибкие задачи, которые не требуют выполнения в определенное время, но в течение дня должны быть выполнены. Алексей, как бы хорошо человек не планировал свое время, все равно в сутках всего 24 часа. И больше, чем 24 часа быть не может. То есть существует такое ограничение. Как быть с этим? Да, безусловно, у каждого из нас 24 часа в сутках, однако каждый из нас может с пользой их использовать. И как раз разумное использование времени позволяет найти как раз те часы, которые мы просто либо упускаем из нашего внимания, либо используем непродуктивно. Распространенный пример, допустим, мы все ездим на либо общественном транспорте, либо на личных автомобилях, и используем это время просто в виде либо спушения музыки, которая играет в салоне автомобиля или в маршрутке, либо мы можем использовать с пользой. Допустим, при помощи импотреплеера прослушивать какую-то аудиокнигу по той тематике, которая нам нужна в данный момент. Порой, когда я стою в пробке на машине, если это связано с тем, что заглушается двигатель минут 20 ожиданий, я успел на ноутбуке напечатать какую-то небольшую статью для какого-то издания. То есть вот использую время. Я тоже стал слушать аудиокниги, ну и получаю удовольствие, особенно когда это дальние переезды, и ничто не отвлекает. У меня есть знакомый, который пошел еще дальше. Он скачал специальные книги, где часть идет на русском, часть идет на английском языке, потом идет перевод, и получается, что он достигает сразу нескольких целей. То есть он и язык учит, и плюс получает информацию. Да, абсолютно верно. Вот один из примеров, как можно найти резерв времени. Другие варианты, это еще использование грамотное делегирование, потому что в большинстве случаев, и это касается особенно молодых руководителей, они стараются делать всю работу, которая им поручена на их участке, за компанию или отдел подразделения, самостоятельно, поскольку они считают себя лучшими специалистами в данном направлении и так далее. В итоге получается, что руководитель оказывается перезагруженным различными делами, а сотрудники не в полной мере отрабатывают, соответственно, свой функционал. И именно в этой сфере помогает высвободить время грамотное делегирование. Также ряд процессов можно автоматизировать. Даже какие-то простейшие формулы в Excel, скажем, если вы пересчитываете деньги из рублей в валюту, либо постоянно связаны расчеты с суммами с НДС, вычленения НДС и так далее, или расчет той же пени, что близко для юриста. Какие-то стандартные формулы в Excel, которые постоянно на рабочем столе и рвычок с файлом находятся, позволяют сократить время на вычисления просто на порядок, нежели чем каждый раз создавать или открывать калькуляторы и так далее. Хочу привести отрывок из «Империи ангелов» Вербера, который говорит про относительность времени. Чтобы узнать цену года, спроси у студента, который провалился на экзамене. Чтобы узнать цену месяца, спроси мать, родившую преждевременно. Чтобы узнать цену недели, спроси редактора еженедельника. Чтобы узнать цену часа, спроси влюбленного, ждущего свою возлюбленную. Чтобы узнать цену минуты, спроси опоздавшего на поезд. Чтобы узнать цену секунды, спроси того, кто потерял близкого человека в автомобильной катастрофе. Чтобы узнать цену одной тысячной секунды, спроси серебряного медалиста Олимпийских игр. Мне кажется, такой отрывок, он очень показательно демонстрирует ценность времени. Да, действительно, наше время, которое в распоряжении у каждого, оно бесценно. И поэтому, как мы его используем, как мы его тратим, как мы его организуем, очень существенно влияет на качество нашей жизни, наше состояние счастья, удовлетворенности от жизни. Если мы успеваем делать дела, которые нам нравятся, которые мы хотим делать, уделяем время своим близким, себе самому и так далее, это дарит нам ощущение удовольствия от жизни, вкуса жизни, сохранения. Алексей, как можно овладеть инструментами тайм-менеджмента? По сути, овладеть инструментами тайм-менеджмента можно двумя путями. Либо самостоятельно прочитать какую-то литературу, опробовать на практике, выделить то, что подходит лично мне, лично кому-то другому и так далее. То есть собрать по кусочкам самому систему эту. Либо же пройти какой-то тренинг, где все в структурированном четком виде расскажут, покажут и научат. Соответственно, останется только потом это использовать в жизни. И, на мой взгляд, для большинства людей, которые сегодня в век информационной технологии, в век постоянных каких-то дел, задач и так далее, загружены, пройти тренинг. Это более быстро, более экономично с точки зрения затрат сил, энергии. И, соответственно, результат достигается гораздо быстрее. Потому что тут же что-то тебе рассказал тренер, тут же ты это попробовал. Еще есть такой эффективный инструмент, и сейчас он развивается. Это коучинг, индивидуальный коучинг. И, ну, мне кажется, это очень важно и нужно, и эффективно, и помогает действительно достигать результатов. Я даже знаю по себе, хожу, например, в фитнес-зал. Ну, естественно, я хожу на тренировки, занимаюсь, и это приносит какой-то результат. Но когда я беру себе индивидуального тренера, то результат приходит быстрее. Ну, естественно, да, я за это доплачиваю. И причем, да, это стоит достаточно дорого. Но в то же время действительно этот тренер помогает достичь результатов и сделать это быстро. Что вы думаете об этом? Я совершенно согласен с тем, что персональное обучение или вот коучинг, который направлен на достижение цели человека, соответственно, дает более значимые, более быстрые, более качественные результаты. Потому что человек, коуч, который направляет, он помогает и при помощи собственного опыта дать какие-то рекомендации, советы, и найти те резервы и сил, и мотивации, которые очень важны при тайм-менеджменте, чтобы найти желание его внутри себя достигать целей поставленных, она помогает быстрее все сделать. Хотя начать я бы предложил именно все-таки с тренинга или какого-то дистанционного курса, поскольку он дает общее впечатление. А потом уже на этой базе, да, решать с коучем конкретные те задачи, которые хочет человек достичь. И, пользуясь возможностью, я хотел бы предложить всем живающим подписаться на мой дистанционный курс «Как с пользой для себя организовать свое время», который размещен у меня на сайте. Он абсолютно бесплатен для подписчиков. И, судя по их отзывам, которые они мне присылают, он действительно дает мощный волшебный пендель для того, чтобы начать управлять своим временем с пользой для себя. А волшебный пендель – это бывает очень важно. Да, действительно. Понятно. Хорошо, Алексей, спасибо за такое короткое и емкое интервью, за нашу передачу. И в конце я хочу рассказать одну историю. Это история, которая произошла давным-давно у самых синих гор на берегу моря. Человек гулял по берегу моря и увидел мальчика, который собирает звезды с берега морские и бросает их в океан. И причем весь берег покрыт этими морскими звездами. Человек подошел к мальчику и спросил, зачем ты это делаешь? Ведь будет прилив, и эти звезды сами попадут в океан. Мальчик задумался, взял следующую звезду и сказал, многие звезды могут не дожить до следующего прилива. И то, что я делаю, действительно важно хотя бы для этой звезды. И бросил ее в океан. Вот такая история произошла давным-давно у самых синих гор. У нас в гостях был юрист, бизнес-консультант Алексей Дудин, который рассказал нам о важности и ценности времени и о том, как максимально эффективно его использовать и жить вкусно. Живите вкусно! Да пребудет с вами богатство! С вами был Артем Богач. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова